дорогие зрители всем большой привет всем большой привет друзья сегодня запланированное видео решила снять оказавшись в районе пора и ямашева и посмотрите попал в такую красоту так цветут деревья то ли персик то ли абрикос по-моему японские у него такие телные листики хочу вам показать эту аллейку она очень красивая и прогуляемся с вами наверное до моря до парка победы правда сегодня ветерок мы надеюсь что сильно видео испортит просто хочу показать вам эту красоту может быть под музыку ну как получится будет ветер или нет посмотрим друзья начну свой путь от практически остановки ямашева и покажу вам эти потрясающе красиво цветущие деревья они здесь и белые розовые просто наслаждение для глаз и целая целая аллея не передать просто словами как это красиво сегодня еще праздник 18 марта сожалению в городе нет каких-то масштабных мероприятий в связи с тем что все таки такая обстановка и в целях безопасности ну вот уже должно выйти мое видео с концертом детским очень много детских на самом деле патриотических мероприятий прошло в городе посвященных десятилетиям присоединения севастополя и их соответственно этот праздник все равно хорошо отразами знаю что еще сегодня севастополе мотопробег был ехала пока через центр города частично было перекрыто пробег уже видимо хорошо мы сейчас идем по тротуару дублеру около проспекта октябрьской революции я вам как-то показывала его здесь в эту зону обновили года два назад наверное или полтора мы снимали санюты видео вместе здесь гуляли показывала как здесь красиво сделали скамеечки поставили урны сделали дорожки сделали несколько площадок плюс кстати вот обновили фасады у пятиэтажек и не только пятиэтажа кто-то 9 этажные дома обновили некоторые сейчас здесь получается вот эти деревья это уже были высажены были новенькие смотрите как все хорошо прижилось как все это замечательно радует глаз не передать просто словами красиво и это и и и и и и Вот здесь, кстати, находятся, сейчас в таком неприглядном виде, кусты роз за этими деревьями, самые известные среди фотографов в Севастополе, здесь всегда снимают период цветения, это где-то май-июнь, точно не скажу вам, но тоже потрясающе они здесь цветут, красные розы, по-моему, только последний год не очень, не очень пышные они были, то ли, может быть, подзаболели эти кусты, но вот в последних, там, позапрошлые и до этого года они прям очень глаз радовали, здесь смотрите на самый, самый сок, самый цвет, напишите, как это, что называется, вот эти деревья, я помню, что я гуглила, смотрела еще, когда первые годы, их здесь посадили, по-моему, это табликос или персик японский, точно вам скажу, и вот здесь отпора, продолжение этой аллейки, смотрите, как одно белое, другое розовое, очень красиво, просто невероятно, солнышко выглядывает, так вообще глаз радует, и, кстати, в парке Победы была высажена года два, наверное, или три назад сакура, ну, на самом деле, это не совсем сакура, я знаю, что от этим названием объединяют разные цветущие деревья, которые цветут именно многоцветными цветочками у нас, если я не ошибаюсь, это слива, надо посмотреть, не зацветает ли она, может быть, она немножко попозже начинает свое цветение, ну, посмотрим, пройдемся, надо будет тоже обязательно в этом году успеть на нее полюбоваться, смотрите, здесь тоже не смогла пройти мимо, здесь, наверное, вишня цветет, может быть, я ошибаюсь, вот, честно говоря, я так все время путаюсь во всех этих цветущих деревьях, уж сколько они пытаются разобраться, но самое главное, что это так красиво, посмотрите, белые облака просто, может вишня, может алыча, вот мелкие белые цветочки, наверное, все-таки алыча, вишня, она с черешней примерно зацветает в одно время, ну, это просто, а запахи какие, вы себе не представляете и вот эта аллея от Юмаши водопора просто благоухает ароматами, и вот это дерево очень-очень-очень вкусно пахнет, красота, смотрите, здесь уже миндаль осыпается, тоже еще очень-очень-очень красивый, очень пушистый, старое дерево большое, красотища, смотрите, у здания администрации на той стороне дороги тоже много-много вот этих деревьев новых, свеженьких, которые цветут, я уже сейчас не пойду на ту сторону, но там тоже можно прогуляться, пофотографироваться, в общем, успеете, не знаю, выложу на днях это видео, я думаю, что кто-то еще успеет застать эту красоту. Подхожу к парку Победы уже, здесь еще одно белое, такое пушистое дерево, и хотела вам показать, что здесь реставрируют небольшой сквер, получается, на углу улицы Фадеева и проспект Октябрьской революции, в общем, вот это кольцо, и здесь реставрируют, ремонтируют сквер с памятником Комбата Неустроева. Вот, кстати, памятник я не помню, это, по-моему, новый памятник установили. Здесь тоже что-то стояло, но точно не такой, этот памятник явно свежий. И вот пока сейчас еще доделывают, скоро высадят здесь цветочки. Да, памятник явно установили, поэтому он здесь и огорожен. Вот такой новый памятник появился героем Великой Отечественной войны. Правильно? Я же не ошибаюсь. Да, участник Великой Отечественной войны, командир 1-го стрелкового батальона. Ну, чем он был награжден? Вот, Победы. Ну, я думаю, что я сейчас сразу через ворота не пойду, хочу пройтись. Вот туда, к новым домам, с правой стороны парка. Я уже вижу, что очень-очень красиво все цветет. Вообще сейчас красиво все очень зелено. Здесь вот и елочек, много разных хвойных, сосновых деревьев, разных цветов, ой, кустов, которые круглый год зеленые, вечно зеленые. Это, конечно, парк очень красит. Фонтан, конечно, еще не работает. Обычно его к 9 мая включают. Тоже будет нас всех радовать. Субтитры подогнал «Симон»! Посмотрите, какие белые облака. Красотища! Пыталась найти в гугле, но пишут, что это терн цветущий. Не знаю, неужели это так, мне кажется, это вишня или алыча. Кто точно знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь розочки у нас скоро будут. А вот здесь я вам хотела показать. Смотрите, уже тюльпаны проклюнулись. Они еще не высокие, но такие красивые. В Парке Победы, кстати, в центре города, на Приморском бульваре, будет, можно сказать, не хуже, чем в Никитском ботаническом саду. Севастополь вообще, как я приняла город тюльпанов, его так и называют, в принципе. Так что скоро будем с вами любоваться тюльпанами. У памятника Георгию Победоносцу стоят вот такие белые шатры. Территория огорожена. Видимо, какое-то мероприятие сегодня запланировано. Либо уже прошло, не знаю. Друзья, вот по левую сторону от Георгия Победоносца вот эта часть аллеи, получается, правая часть аллеи по направлению к морю, будет вся-вся-вся цвести с сакурой. Вот они, эти деревца. Но пока-пока только почечки появляются. Скоро и они нас будут радовать. Не все сразу. Я как севастопольский маньяк хожу. Я хочу со всеми цветочками. Это вообще самое прекрасное, самое любимое время года у меня в Крыму, когда еще не жарко, но все начинает свисти. Причем это настолько растянутое время, которое не то чтобы происходит весной, оно обычно в Крыму происходит зимой. Например, миндаль, он чаще всего начинает свисти в январе. Подснежники появляются в январе, иногда даже в конце декабря, как в сказке «12 месяцев». В этом году немножко весна припозднилась. Все цветения чуть-чуть попозже начались, но зато сейчас просто весь город благолухает, радует глаз. И просто вот улыбка не сходит с лица. Смотрите, какие огромные здесь заросли. Просто не побоюсь этого слова розмарина. Вот туда-то так далеко они идут. И такими яркими фиолетовыми цветочками цветет розмарин. Я вообще, когда переехала в Севастополь, была в шоке, когда увидела, что розмарин вот так вот цветет. Он практически как сорняк. Его очень много, я так понимаю, он легко разрастается. И вот эти цветочки, не знаю, мне кажется, я почти на протяжении всего года вижу. Вот сейчас март, и он прям очень яркий, очень много его. А рядом тут цветут какие-то желтые цветочки. Вот их название я точно не знаю. Такие колючие веточки, похожие даже чем-то на ежевику. Может быть, это ежевика цветет? Может быть, такое. Подскажите, кто знает. Такое сочетание здесь. С одной стороны желтое, с другой фиолетовое. А по левой стороне, по дороге к морю, заложен сад памяти Севастопольца. 18 марта 2020 года, ровно 4 года назад, в год 75-летия Великой Победы. И вот, смотрите, через 4 года он уже радует своими цветениями этот небольшой садик. Тоже еще только-только, по-моему, начинают цвести эти деревца. Тоже очень красивые. Вот так вот через 4 года расцветает Севастополь. Вообще, конечно, ложку дегтя хочется добавить в то, что в Парк Победы спустя несколько лет после ремонта вот эти сделанные дорожки, они, конечно, начали сыпаться. Они стучат, трещат, откалываются. Но, в целом, в общем, я так понимаю, в любом случае, облик парков существенно изменился. Все равно в лучшую сторону. Я здесь, кстати, вот буквально слышала вчера или позавчера о том, что не все еще работы доделаны в Парке Победы. Здесь хотят добавить отдельные дорожки для самокатчиков, потому что очень часто здесь случаются аварии, так сказать. Много самокатчиков катается вот так вот, прям в центральной аллее, и зачастую происходят неприятные ситуации. И я так понимаю, что обязали как раз арендаторов, арендодателей этих самокатов, как правильно, арендаторов, арендодателей, обязали сделать вот эти дорожки, чтобы все-таки катание было безопасно и для пешеходов, и для самих самокатчиков. Подхожу уже к морю. Последний фонтанчик, посвященный городу Герою Севастополя. И здесь, смотрите, тоже потрясающее цветение. Все фотографируется. Хватит пройти и не сфотографироваться, но скажите, невозможно устоять. Смотрите, какая красота! Люди идут и говорят, понюхайте, как пахнет. Здесь немного ухает. Подходим к морю. Людей очень много. Сегодня у кромчан и севастопольцев выходной в честь праздника. Школьники отдыхают. Кто-то официально работает. Особенно на государственных предприятиях тоже отдыхают. Все, конечно же, гуляют. Сегодня, конечно, достаточно прохладно. Ветерок такой холодный. Вчера было теплее. Но при этом люди все равно выбираются к морю. Взяла я себе побаловаться кофеечек с сосиской. Потому что это морешко. Потому что все совсем распогодилось. Пучки растащило. Море спокойное, синее-синее. Красотища. С всех мест, наверное, в Севастополе самое мое любимое для прогулок это Парк Победы. Потому что мы, когда только-только сюда приехали, мы жили на поре. И на проспекте Октябрьской революции я уже тут окрымилась и Севастополилась. И начинаю уже местными аббревиатурами говорить. И мы жили буквально в пяти минутах ходьбы до самого парка. Ну и, соответственно, еще десять минут до парка, чтобы выйти к морю. Я, конечно, просто первые, не знаю сколько, год-полтора я, конечно, ходила к морю почти каждый день. Такое удовольствие от этого получаешь невероятное. Потому что ты каждый день можешь просто прогуляться до моря. Ну и летом, соответственно, было очень удобно ходить с детьми купаться. Сейчас уехали подальше, в Нахимовский район. Но при этом все равно стараюсь раз в неделю, раз в полторы недели до моря добраться. Здесь, мне кажется, начали немножко то ли подсыпать камушки, то ли их немножко растащили в гальку. Потому что здесь были насыпи. А, но они есть, в принципе. Вот чуть дальше есть. В общем, хорошо. Много участков с мелкой галькой. И заход тоже галечный. Но много где есть места, которые с крупными камнями, где заходить посложнее. Ну, в целом, в общем, я люблю этот пляж, потому что он достаточно часто выглядит чистым, не перебаламучивается, как песок. Хотя бывает, конечно, если сильна волна, вода непрозрачная. Ну, вообще галечные пляжи, они, конечно, кажутся более чистыми, чем в перебаламученной песке пытаться. Еще чуть-чуть, еще немножко, и сезон начнется. Посмотрим, как быстро прогреется в этом году море. Очень мы его ждем. Очень ждем. А пока любуемся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, на этой прекрасной морской ноте я хочу завершить свое видео. Всех поздравляю с праздником. Вы увидите видео это чуть попозже, поэтому уже с прошедшим праздником. И хочу всем пожелать мира, добра и чистого неба над головой. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Мы будем благодарны вам за поддержку нашего канала. Это будет способствовать его развитию. Всем спасибо, всем пока-пока.